ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это БК-10. Сегодня как первая тренировка, команда только создается. Рад всех видеть, и святое число к тебе. Всем добро пожаловать в БК-10. Мы рады, что вы все здесь. Да что говорить. Самое главное помните, что камеры теперь будут всегда. Это неотъемлемая часть нашей команды. Эмедиа Баскет начинается в октябре. Мы должны быть сильно готовы. В воскресенье мы играем товарищеский матч с Купс. Поэтому тоже нужно быть к этому готовыми. Это все вкус такой. Мы так готовы, как сыграем. Есть по ощущениям, на словах банда собирается очень серьезно. Давайте, пацаны. Давай-давай-давай. А что кричит? Да давай. Что, БК-10? Ну, 10-ка. Давай так. То есть мы кричим 10-ка? Да, вы кричите. Лучше можно. Вы кричите, ну давай. БК-10! Я не знаю, как если они не устали, они какие-то киборги. У меня уже в первом, когда я могу в табре. Ребята, мы провели первую тренировку. Костяк, конечно же, собрали. Но все равно, я считаю, что нам не хватает игроков. Нам нужно провести отбор. Нам нужны новые игроки. Да, нам нужен. Нам нужны... Просто еще игроки. Просто игроки обязательно нужны. Нам нужны медийные обязательно. И все остальные, я знаю, массажисты обязательно, доктор нужен. Клянусь, как человек, который рвал две креслообразные связки. Нам нужен врач. И нужен человек, который нас будет разминать. Врач, пожалуйста. Отзовись. Если ты вдруг смотришь этот выпуск, ты врач, ты умеешь клеить тейпы, ты умеешь лечить, ты умеешь воскрешать людей, напиши нам, ты нам нужен. Я считаю, что это исторический момент. Новый клуб, зарождение нового клуба. ПК-10, это новая история. Ребята, мы серьезный коллектив. У нас уже есть свои именные мячи. Форму сделать пока не успели. Не успели. Всего свое время. Все, до встречи на отборе. Ну что, ребята, все по-серьезному. Творится история. Сегодня у нас отбор в команду БК-10. Пойдемте в зал и посмотрим, кто же сегодня приехал. Попытать удачу и попасть в состав БК-10. Точно, чуть не забыл. Я же не сказал, что генеральный партнер БК-10. Это компания Винлайн. Вместе с ними мы будем делать разницу на площадке и за ее пределами. Они создали идеальный фрибет, в котором нет дополнительных условий и ограничений. Это идеальный проводник между вами и спортивными эмоциями без каких-либо примесей. Регистрируйся и сразу получай 3000. Вот это фрибет высшей пробы. Все, всем удачи. Ребят, вы не представляете, какой это прикол для человека, который с детства болеет за баскет. И сейчас у нас есть своя баскетбольная команда БК-10. Сегодня отбор у нас. Вот эти все пацаны приехали, чтобы попасть в десятку. Ну, походу, будет классно. Привет, Егор. Слушай, ну расскажи, кто сегодня на отборе и сколько человек. Что ждем от отбора в целом? Слушай, спасибо. Во-первых, хочу сказать тебе, что ты, как и обещал, подогнал мне столько народу. Я думаю, человек 17-19 есть. Вау. Я думаю, что будет этого достаточно. Я думаю, классные персонажи есть, классные игроки. Сколько человек мы хотим сегодня отобрать в команду? Сколько нам нужно в целом? Нам нужно, ну хотя бы троих, это минимум, а лучше пятерых было бы суперклассно. Я думаю, что сегодня так и сделаем. Сегодня Витя и Егор будут отбирать людей в команду. Заявилось достаточно много людей, около 20 человек. Посмотрим, кого они выберут. Мне кажется, взять 3-4 человека посмотреть было бы достаточно. То есть в идеале, мне кажется, от двух. Что, я предлагаю переходить к отбору, потому что, ну не знаю, я сегодня зашел сюда, посмотрел на этот зал, посмотрел наклейки, посмотрел на пацанов, которые бегают. И это круто, охота посмотреть их в деле. Конечно, конечно, начнем. Слушай, мне интересна эта команда, она только открылась, и хочется проложить тоже свои усилия. Я хочу просто проявить себя в медиа-лиге. Я за любую движуху, русский рэп, хип-хоп, дворы, трэп. Я также занимаюсь музыкой, спорта, граффити, хип-хоп. Я расстался с девушкой и решил погрузиться в лучшую игру с мячом, которую я очень сильно люблю. Я работаю в медиа-баскете, спортивным куратором. Сегодня я приехал вот с ребятами поиграть, чисто по фану. У меня самый первый номер в школе, это был номер 10. И у меня даже татуировка, здесь 10 номер. Я подумал, ну что, это знак какой-то, наверное. Так получилось, что с детства играл по 10 номеру. И просто меня приметнула информация, что создается команда БК-10. Я подумал, неплохой знак. Меня зовут Влад Беспалов, а.к. Брайта, а.к. разговор о мразях. Все токсичное, что есть на этом свете, совместилось во мне. Экстрима много, параштист, категория B. Сёрфинг, сноубординг, скейтбординг, мотокросс. Ну, там много развлечений. Шанс есть всегда. Парни, всем привет. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня сюда приехал. Мы здесь не просто снимаем контент, нам действительно нужны люди в команду. И поэтому сегодня в конце мы кому-то вручим джерси, наши разминочные джерси, команды БК-10, и пригласим его в состав команды. Естественно, на отборе у нас сегодня будут и проводить отбор будут наш тренер, вы его хорошо знаете, Егор Вяльцев. Давай шума дайдем Егору. Он проведет этот отбор, естественно, соответственно, с нашей основой. Я их представлю. Это Ванька Лазарев. Это Марс Коболевский. Это Саня Печерский. И Саня Корчанин. В общем, я каждому из вас сегодня желаю удачи, каждому из вас желаю попасть в десятку, но решать это будет сегодня наш тренер. Ну и, собственно, я тоже со сторонки посижу и посмотрю на вас. Передаю слово тебе, Егор. Всем привет, пацаны. Очень рад видеть всех. Кого-то знаю, кого-то нет. Желаю вам хорошей тренировки. Кайфаните, покажите себя. В этом мне помогут сегодня провести тренировку ребята. У них будет свое задание. Пожалуйста, постарайтесь выполнять. Перед тем, как дам старт, я немножко скажу. Тоже, Егор, у нас сегодня, вот я так, ну, взглядом окинул. Но я смотрю в целом на джерси, на то, что на них написано. То есть парни из Маннибола. Есть чувак из Лейкерса. Есть ребята из Автодора, из UBA, из сборной России, походу, из 3 на 3. Ну, то есть это из Витминс вот кто-то подъехал. Давай я, знаешь, как начну. Я скажу БК, вы скажете 10, и мы поедем. Договорились? Поехали, БК! 10! Погнали! Меня зовут Соболевский Марк, мне 32 года. Состав пушка, есть высокие ребята, есть низкие. И спасибо, что меня взяли. Очень приятно. Что, мы сейчас смотрим, короче, на людей, которые как с мячом обращаются, правильно? Ну да. Ну, впрочем, чемпион Суперлиги. Вы знакомы, кстати, с Сашкой были до того? Да я его давно уже знаю. Что он же из Питера. Начинал в Спартаке играть в Питерском. Ага. Неплохо играл, да. И сейчас, в принципе, последний год он играл в Суперлиге за Динамо Владивосток. Всем привет, меня зовут Саня Корчагин. Я экс-профи, игрок. Я чемпион Суперлиги за Динамо Владивосток. Большой откуда? Большой, вообще не знаю откуда. Последний год в Самаре во второй команде. А, он играл в Суперлиге? Ну, в молодежке был. Привет, меня зовут Муравьев Тимофей. Мой баскетбольный бэкграунд – это спортшкола «Локомотив Кубань». Молодежные команды «Локомотив Кубань», то есть чемпионат России и «Дюбл». Уникс «Дюбл» юниоры. Плюс БК «Самара» молодежка. Вот, кстати, парень неплохо обращается с ним в 24 номер. В Московскую баскетбольную лигу любительскую играют. Ага. МЛБЛ? МЛБЛ, да. Сергей Борничев, 27 лет. Чемпион двухкратной летней лиги МЛБЛ. Один раз MVP, бронзовый призер и МЛБЛ претенденты. Серебряный призер Лиги чемпионов бизнеса. Символическая пятерка, лучший разыгрывающий. Я думаю, что для той лиги, конечно, он неплох. Видишь, все-таки рост. Все от рост зависит. Мы не можем. Нам не нужен второй маленький. Мне не нужен конкурент. Витька пытаемся протекцию оказать все время. Ну, слушай, я знаю, что у меня... Я не знаю, это лобби-не лобби будет в твоем лице. Саня Доротенко – человек, с которым я играл, с которым я тренировался. Привет, меня зовут Александр Доротенко. Меня выкинули. Зарокет-тим вышвынули. Сыграл три минуты за, наверное, сезон. Так что остались некоторые амбиции в лиге. Это первое. Второе. БК-10 взяли Марка Соболевского в команду. А я не могу оставить братишку без присмотра. Поэтому надо пробовать. Я вижу цель, не вижу преград. Не знаю, что ты скажешь о его профессиональных качествах, но, скажем, то, что он боец, я вообще не сомневаюсь. Это сто процентов. У меня тоже был опыт, так сказать, спортивного общения с ним. Мы действительно были с ним в медиалиге, в другой команде. И я его сам выбрал также по... На драфте? На драфте. И, конечно же, отметил в первую очередь его бойцовские качества. Я считаю, что вам нужны какие-то игроки, естественно. Ребята плотные, но выносливые, потому что очень быстрая игра. Ну вот смотри. Сначала тяжело задышал, а вот сейчас, смотри, у нас второе дыхание открылось. Конечно. Ой, хорош. Хорош. Ну вот. Это нам нужен. Пока это нам нужно. Слушай, я хочу сказать, очень классный чувак под номером 10. В баскетболе 17 лет. Играл на профессиональном уровне. Сейчас на любительском. Играл как в 5 на 5, как в 3 на 3. Во всех проявлениях в баскетболе, как он только есть. Вот, очень нравится мне 10 номер, пацан. А? Что как? Прям очень здорово, быстрый. Ваня, 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 да. Я знаешь, когда ты смотришь на людей, которые бегают уже минут 10-15 достаточно активно при большом пульсе, если они при этом еще попадают и у них открывается второе дыхание, то... Нет, я за Ваню могу сказать, что он сильно, блядь, для щит и про. Да? Он цепляет прям хорошо. Хороший парень. Я говорю, мне нравится еще вот. Ну, так, кто бы играл? Опять же, задумайся. Не зря он несколько команд постоянно тянет. У нас подтянулась Агунда, человек, который тоже меняет третью команду. И третью, и четвертую. Надо посмотреть, на самом деле девочка или нет. Я вообще думаю, что девушка в команде – это вообще перфоманс. Я готова работать над этим и помогать команде быть ярче. Ребят, сейчас у нас будет блок разделенный. Я буду здесь с ребятами, которые не считают себя большими. Ваня, соответственно, будет работать с теми людьми на том кольце, которые считают себя большими. Чешский Александр, игрок любительской лиги. По кайфу, что пригласили вам с ребятками побегать. Знакомыми, чем бы и нет. Преимущество получить – подходим конкретно к игроку в тело. Всем привет, меня зовут Иван Лазарев, я профессиональный баскетболист. А также человек-оркестр. Много чего делаю, много чего умею, много чего знаю. Так, ну слушай, парень большой, но что-то… У меня справа не с левой руки. Вот это наш парень. Так, ребята, мы смотрим на человека из Уралмашевса. Что? Сейчас задача посмотреть на него. Вот он. Лев, Левшава, во-первых, уговорил. Пока попал. Но в целом здесь мне все понятно. На этой стороне как будто бы мне все понятно. Вот на этой стороне… Ваня – легенда уличного баскетбола. Баскетбола 3-2-3. Гроза уличных площадок. Но, если честно, сейчас Ваньки чуть поднабрал. Меня зовут Иван Греченко, 35 лет. 26 лет играю в баскетбол. Я люблю соревнования. Спортивная составляющая. Помириться с силами, проявить себя, показать красивый баскет. Это стихия. А вот поэтому что пускают? Вот три на три, которые в футболке. Владимир Иванов, а.к. Мэтт Вова. Ну, спортшколу ЦСКА закончил, пять лет отыграл. Потом в Химках играл, в молодежке дюбле. Потом в Руне в Суперлиге 2. Но потом женился в армию ушел. В ЗМЕ есть снайперы у нас, нет? Ну, мы отметили несколько человек. Назвать, наверное, их прям снайперами-снайперами. Ну, вот сейчас посмотрим. Меня зовут Даниил Кузьмин. Недавно 18 лет исполнил. Он занимается баскетболом 10 лет. Я вообще не местный. Я только приехал в Москву, только поступил в ВУЗ. Поэтому я спортшкольник. Ездил на всякие семинары, такие, как Перинство России. Предлагаем вам побегать три на три. Сейчас Егор вас разделит. И мы посмотрим на вас в игре. Поехали. Все. Это хорошо. Ой, хорошо. Браво. Слушайте, я думаю, есть ли шансы у 10 номера из Watchdog. И нужно большого. Вот большой либо Capital City, либо с головой Сашки. По-моему, Саня его, да, зовут? Слушай, ну, надо трезво оценивать силы, типа. Я могу подтянуться, но, как Витя сказал, что, как бы, ну, тренировка есть тренировка, типа. Я могу тренироваться, могу играть. Но если здесь и сейчас, эти чуваки достойны, базару нет. У кого шансы есть попасть в команду? У тебя. У нас, видите, в руках шесть разминочных джерси, которые мы вручим игрокам и пригласим их в расширенный состав. Начнем. Легенда уличного баскетбола. Ванька Греченко. Многословным не буду. Саня Доротенко. Учелка, майка. Три на три. В целом, посмотрели на игре. Классно двигаешься. С большим корпусом. Я думаю, такие люди нам пригодятся. Добро пожаловать в команду. Не знаю, как тебя зовут. Вова. Егор Харбит. К сожалению, не знаю, как тебя зовут. Гошдокс. Гошдокс. Да. Ванька, Ванька, добро пожаловать в команду. Хочу сказать, чтобы обидно никому не было. Это нормально. Это баскетбол, это спорт. И вообще в любом виде спорта такое бывает. Когда вас никуда не берут, создайте свою. Так сделал я. Ну вот. Я не знаю, как тебя зовут. Познакомимся. На этом все закончено. По всем остальным хотелось бы сказать спасибо, что вы сегодня сюда даетесь. Увидимся, я уверен, где-то на площадках Москвы или Подмосковья или где-то еще. Спасибо огромное. Ну да, Егор с Витей выбрали 6 человек. Не знаю, насколько это рационально. У нас в целом-то достаточно большая команда. Теперь бюджет опять-таки не резиновый. Всех мы точно оставить не сможем. Все равно мы придем к тем двум-трех людям, о которых я говорил в начале. Но путь этот будет просто немного дольше. Ну что, Витек, смотри. Отбор прошел, команду собрали. Но я не знаю. Это как минимум Dream Team. Комитительный вопрос. Нужно тоже одно провести. Если ты думал, что я не заморачивался, я собрал лучших людей, которые когда-либо держали мяч в руках. Да ладно. Да. Оливье Ганян, водите бычков. Вот они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»